Мы дату потом с вами обсудим. Добрый день, уважаемые спикеры, гости, участники вебинара. Рад приветствовать всех на нашем третьем вебинаре из цикла Disability Talks. Меня зовут Зияд Абликаимов, я эксперт-менеджер по ассистемным технологиям в библиотеке на Захарах университета. В начале 2020 года с целью выстраивания диалога по актуальным вопросам обеспечения прав и интеграции людей с инвалидностью в общество мы в библиотеке инициировали цикл публичных обсуждений и мероприятий, посвященных теме инвалидности и инклюзивности в обществе. И приурочили его к пятилетию ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН о правах инвалидов. Данный цикл был поддержан Ассоциацией выпускников Назарбаев-Университета и корпоративным фондом Фонд социального развития. Дискуссии, лекции, встречи в рамках данного цикла планировались, разумеется, изначально в рочном формате на кампусе Назарбаев-Университета. Но с марта месяца пандемия и последовавшиеся карантинные ограничения внесли свои коррективы. И, соответственно, мы сначала отложили наши мероприятия, затем решили, что необходимо возобновить их уже в новом онлайн-формате. Как вы знаете, в феврале 2015 года Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов, тем самым подтвердил приверженность равенству прав и интеграции людей с инвалидностью во всех аспектах жизни общества. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена статье 24 конвенции, и поговорим мы об инклюзии в контексте высшего и профессионально-технического образования. Общая тема нашего вебинара так и звучит – инклюзия в контексте высшего и профессионального образования, вызовы и лучшие практики. Поговорим мы о включении студентов и учащихся колледжей с инвалидностью в системе профтехобучения и в вузовской среде, о том, как это должно быть в соответствии с духом и буквой конвенции, о проблемах и подходах по их решению, об успешных кейсах. В целом рассчитываем на полтора часа. После двух получасовых, грубо говоря, презентаций в конце у участников будет возможность задать вопросы спикерам. Также вопросы можете оставлять в чате. Пожалуй, на этом оргмоменты все оговорены. Начнем, логично будет, наверное, начать с профессионально-технического образования и с первой презентацией на эту тему выступит Алмагуль Таулит Казиевна Сейсенова, старший научный сотрудник Национального научно-практического центра коррекционной педагогики, доцент, кандидат филологических наук и президент частного благотворительного фонда Азамата Алиуэта. Тема выступления – вопросы получения профтехнического и профессионального образования людьми с инвалидностью в Республике Казахстан. Вам слово, Алмагуль Таулит Казиевна. Алмагуль Таулит Казиевна отсоединилась почему-то в видеологические проблемы. Сейчас подождем, пока она подключится. Алмагуль Таулит Казиевна написала, меня выбила, и сейчас она постарается подключиться. Спасибо. Подождем, давайте, две минуты. Если он углодовиклизивно не подключится, то, может быть, поменяем местами презентации. Вот подключается она. Сейчас я включу свой. Продолжение следует. 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 в панелисты, но там, видимо, она не может включить видео. Видимо, ссылка в предыдущую не срабатывает. Нет, ссылка, она должна работать. Сейчас я попробую ее найти в спуске снова. Так, ну, может быть, тогда со второй презентации начнем. Зуфьях Митролина, как вы сможете это презентовать первым? Хорошо, конечно, смотрю нормально. Да, да, уважаемые наши... Да, тем временем технические заминки будут как раз, я надеюсь, решены, пока вы презентуете. Ну, давайте я вас представлю. Вторая презентация на сегодня была запланирована о создании условий для студентов с инвалидностью в вузовской среде, в бывшей школе. Об этом нам расскажет Автрибаева Зуфьях Митролина, доктор педагогических наук, профессор Казахского национального университета имени Абая, автор множества монографий и пословий по дефекологии и смежным областям. Пожалуйста, Зуфьях. Спасибо большое. Значит, я немножечко все-таки хотела бы еще чуть шире рассказать. Ну, поскольку формат, ну, не совсем был еще известен, просто я хотела бы познакомить с основными вещами, наверное, что у нас делается, да, в Казахстане. И, соответственно, ну, наверное, об основных задачах вообще вузов, да, которые, ну, на самом деле, сегодня очень активно критикуются, конечно, да, за то, что, ну, достаточно поздно подключились, в общем-то, к реализации инклюзивного образования. Но хотела бы объяснить, что, ну, наверное, в этом смысле, вот лично я притяжусь того, что, ну, наверное, пусть это будет поступательный, эволюционный путь, но зато достаточно качественный. Хотелось бы сказать, что основные задачи, которые решают вузы, они не заключаются только вот в поддержке студентов с инвалидностью. Надо сказать, что вузы сегодня рассматривают еще и как очень серьезный ресурс, вот именно учебно-методический, консультативно-методический, и что, собственно, вот как раз методическое обеспечение, да, инклюзивного образования в тех же школах, в детских садах и так далее, это тоже разрабатывают вузы. И надо сказать, в связи с тем, что, ну, вы знаете, преимущественно с момента распространения инклюзивного образования уделялось значительное внимание, и, наверное, основное внимание все-таки школам, да, то, наверное, этим и объясняется то, что вузы в первую очередь, конечно же, стали заниматься и учебно-методическим обеспечением данного процесса в школах. А кроме того, тоже посмотрите, пожалуйста, одной из важных задач, это является подготовка кадров. Причем здесь, ну, как бы такая двусторонняя, да, ну, или в двух направлениях эта подготовка осуществляется. То есть первое, это, в общем-то, подготовка, естественно, педагогов общего образования, да, которые вот сегодня уже работают в этих школах. Надо сказать, что в этом плане как раз-таки в вузах были предприняты определенные шаги. Во всяком случае, практически все сейчас понимают необходимость включения и рассмотрения каких-то методик, да, при подготовке предметников и так далее. Включена дисциплина инклюзивное образование, как обязательное, которая, в общем-то, только лишь знакомила, да, с теми процессами вообще инклюзивными, которые есть, с идеологией, философией, с подходами и так далее. Кроме того, активно проходит сейчас перестройка подготовки кадров, ну, то есть дефектологов, психологов и модернизация их, нацеливание их на работу в инклюзивных организациях. Я думаю, вы понимаете, что, в общем-то, в основном и долго подготовка этих специалистов шла узконаправленно, то есть дефектологов конкретно для специальных школ, да, и сегодня, конечно же, активно происходит эта перестройка. Ну и, конечно же, первую задачу, ну, эти задачи, я сказала, они характерны для педагогических вузов, либо для вузов, которые осуществляют подготовку педагогов, но есть общая для всех вузов задача – это создание необходимых условий и безбарьерной среды для лиц с особыми образовательными потребностями и инвалидов. Значит, сразу же хотелось бы сказать о том, что в государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан поставлена задача, что к 2025 году 70% вузов должны создать равные условия, безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными потребностями. Понятно, что эта работа в основном начинается сейчас с точки зрения предоставления физической доступности, создания материально-технических условий, и немножечко началась работа по обеспечению кадрами. Происходит это либо в виде каких-то отдельных центров, происходит это в виде отдельных каких-то ответственных, либо координаторов, которые конкретно осуществляют координацию, руководство, поддержку образовательного процесса студентов с инвалидностью. Здесь же хотелось бы все-таки сказать об основных, ну таких основополагающих, наверное, принципах, на которых строится наше высшее образование в Республике Казахстан, и это отличие, ну, например, от той же Российской Федерации, да, и от некоторых тоже стран СНГ. Однозначно у нас в Казахстане все специалисты, мы всячески, ну и поддерживает, в общем-то, Министерство образования, мы выступаем за то, чтобы в наших вузах реализовалось только две основные формы обучения, то есть полная интеграция, либо вот дистанционное обучение. И все-таки мы выступаем против специальных групп, как это, вы знаете, есть в некоторых вузах, например, Российской Федерации, и я знаю, что некоторые представители вузов у нас в Казахстане, они тоже говорят о том, что было бы легче, если бы были специальные группы для студентов с инвалидностью. Но, опять-таки, возвращаясь и к нашей конвенции, да, о правах инвалидах, и вообще, ну, если мы будем привлекать сюда логику, да, наверное, опять подбирать в определенном вузе определенную категорию студентов с инвалидностью и давать им только четко заданную специальность в этой специальной группе, да, но это, на самом деле, даже не хотелось бы это обсуждать, потому что, вы понимаете, должен быть, конечно, выбор, и мы больше здесь, конечно, сейчас должны говорить о создании необходимых условий для того, чтобы вот именно обеспечить вот эту вот полную интегрированную форму. Что делается в государстве? На самом деле, наверное, вы знаете, что есть однопроцентная квота для людей с инвалидностью, первой-второй группы инвалидов с детства. Она растет и, как бы, и зависит, естественно, от того количества, общего количества государственных грантов, которые выделяются. Надо сказать, что помимо вот этого, помимо этой квоты, ВУЗы сейчас, я рада тому, что, действительно, мы немножко смогли, вот все, да, и вот Изият к этому имела отношение, и Мадьяра, я вспоминаю, и покойного Кайрата Исмурадыча, потому что, на самом деле, действительно, это была какая-то общая работа, когда в ВУЗах изменилось изначально все-таки, вот как бы такое, знаете, вот понимание, да, того, что действительно этим людям и надо предоставлять условия, и, наверное, мы смогли все-таки переориентировать, хотя это еще остается только с точки зрения, вот именно выделения каких-то материальных льгот, социальных пособий и так далее, да, вот именно теперь уже на создании условий. Ну и вы видите, что, несмотря на то малое количество грантов, которые выделяются, только официально около полутора тысячи студентов с инвалидностью ну, надо сказать, что по ВУЗам собрать сведения достаточно сложно, еще и потому, что часть студентов, они и имеют на это право, конечно же, они не заявляют о своей инвалидности, да, поэтому это совсем, ну, такая приблизительная, конечно же, статистика, потому что я еще хотела сказать, помимо вот этой квоты, есть, конечно же, специальные гранты, которые выделяют Акиматы, общественные организации, да, по инициативе самого ректората и так далее, есть просто скидки. Ну, в общем-то, вот такой этап предоставления пока еще доступности и равных возможностей, вот, наверное, на этом этапе мы сейчас вот как-то долго пока еще работаем, да. Я считаю, что следующий этап, это, конечно, должен быть равные условия. Вот над этим этапом мы сейчас очень серьезно все работаем, да, и очень много общественных организаций, очень много проектов сейчас. И вот вы видите, мы поддерживаем друг друга, вебинары проводят и обучают сейчас практически очень многие организации и по различным проектам просто по своей инициативе и так далее. И стараемся вот как раз объяснить, что вообще-то мы должны осуществить, на наш взгляд, очень серьезный переход, и я надеюсь, он когда-нибудь будет, от предоставления разных возможностей и обеспечения равных условий наконец-то к равным результатам. Потому что, ну, основным, ну, в плане высшего образования, я думаю, что Алмагульда Улеткоземина тоже это подтвердит и на уровне профессионально-технического образования, да, основным результатом обучения в УЗИ это будет освоение высокопрофессиональных навыков для того, чтобы в последующем наши выпускники могли успешно конкурировать на рынке труда. Зачастую мы все-таки увлекаемся сейчас созданием равных условий, возможно, даже и неравных, где-то там не совсем правильно подбираем, там есть варианты, когда вот, например, говорят о том, что надо в ВУЗах, некоторые говорят, надо обеспечить, ну, например, закупить там сенсорную комнату конкретно для студентов-инвалидов, там обеспечить какие-то еще там релаксирующие, так далее. Я понимаю, что это надо, и мое мнение, что это надо для всех сегодня, наверное, да, и студентов, и преподавателей, и так далее. Но я очень прошу, и как бы всегда вот это вот пропагандирую, не забывайте, что ВУЗ решает основную, очень важную социальную, очень важную экономическую, и, на мой взгляд, даже политическую задачу, да, это предоставить, как сказать, конкурентные, да, но, наверное, качественные профессиональные навыки для того, чтобы после окончания ВУЗа наши студенты и с инвалидностью особенно были востребованы в первую очередь как специалисты, то есть не только, чтобы они шли и работали по определенной квоте, а все-таки, чтобы они были очень высокопрофессиональными специалистами, за которыми, очень надеюсь, будут выстраиваться в очередь. Ну, посмотрите, пожалуйста, да, на самом деле, вот это вот, какие направления подготовки сегодня существуют и наиболее распространены среди студентов с инвалидностью и, к тому же, выделяются сюда гранты, это, ну, то, что, на мой взгляд, все-таки является одним из рисков. Если вы увидите, это специальности в чем-то, конечно же, очень, ну, такие, которые позволят в дальнейшем быть конкурентоспособными. С некоторыми, ну, направлениями подготовки возникает некоторый вопрос, да, ну, посмотрим. Этот вопрос, на мой взгляд, и мы этим, в общем-то, сейчас занимаемся, мы хотим и готовим сейчас. Все-таки для этого провели очень широко масштабное анкетирование, да, по ВУЗам Казахстана. На сегодняшний день у нас более 500 анкет от именно студентов с инвалидностью и те, кто закончил ВУЗ, провели интервью со студентами, да, для того, чтобы выяснить, вот это вот наше представление о том, какие специальности и какие, ну, направления подготовки сегодня нужны студентам с инвалидностью, да. Мы же хотим все-таки продолжаем работу для того, чтобы выяснить, а какие наиболее предпочтительны для самих студентов-инвалидов. На основании этого мы, конечно же, обязательно делаем заключение, передаем их в министерство и каким-то образом, в общем-то, пытаемся изменить и, ну, вот, ситуацию. Значит, я бы хотела еще привести некоторые причины, ну, наверное, причины из-за того, из-за чего, в общем-то, у нас вопросы поддержки, да, не сопровождение. Я бы хотела бы тоже это разграничить. Все-таки сопровождение может быть детей. То есть мы как-то считаем, что психолого-педагогическое сопровождение, оно может быть до 18 лет. Оно более, конечно, может быть, вот в школах, например, да. Я очень просила бы тоже, чтобы мы разобрались с терминологией. На мой взгляд, все-таки в вузах мы можем говорить о поддержке, да, уже взрослых, уже состоявшихся людей, которые несут ответственность и за свой выбор, и за свое обучение, и за свое последующее трудоустройство. Наша задача лишь еще раз создать условия, поддержать, да, и так далее. Значит, какие причины на сегодняшний день, ну, на наш взгляд, в общем-то, пока являются некоторыми барьерами. Первое, что выделяю, это, конечно же, различные подходы и отсутствие единой политики по внедрению инклюзивного образования в вузах. Уже об этом говорила часть наших представителей вузов, там, работа из зарубежными организациями и так далее, вот, ну, например, выступают за те же специальные группы, либо выступают за индивидуальное обучение, да, таких студентов и так далее. Ну, опять-таки, призываю к тому, чтобы мы видели основную цель, то есть для чего это реализуется, да, само высшее образование. Вышеобразование и обучение в вузе, вернее, это всего лишь средство, при помощи которого, в общем-то, человек в дальнейшем будет успешен, и надо, чтобы он был успешен. Насчет форм, ну, опять-таки, это надо, конечно же, тоже подумать, есть плюсы, есть минусы. Одной из причин, также важной, является недостатки нормативного регулирования механизмов обучения студентов с инвалидностью вузов. Все сейчас сталкиваются, очень много обращений, да, о том, что некоторые механизмы не прописаны. Но здесь хотелось бы сказать, что с тем, что сейчас существует академическая самостоятельность вузов, да, каждый вуз вправе разрабатывать свою собственную политику, конечно, да, ну, понятно, ориентируясь на общие законы, на общую законодательную базу, в которой, в общем-то, в дальнейшем, вот я покажу, общие принципы описаны, и если на них ориентироваться, то в каждом вузе, и мы вот для этого тоже собираем и обучаемые преподаватели и административно-управленческий персонал вузов, для того, чтобы во всех вузовских, внутривузовских документах вот эти вопросы были все-таки обязательно отражены, начиная с момента поступления, то есть будет ли выделяться отдельный, да, там, сопровождающий, отдельное окно для приема, там, документов и так далее, конечно, мы это рекомендуем, но, опять-таки, право это применять, и оно остается, в общем-то, за вузами. Недостаток методического обеспечения организации инклюзивного образовательного процесса вузе тоже очень важная задача, в этом плане предпринимаем тоже определенные усилия, просто перенос, как вы видите, да, либо зарубежный опыт, вот прямой перенос, либо перенос, ну, опять-таки, даже наших коллег из России и так далее, мы тоже не можем, да, поэтому, естественно, вот разрабатываем свое собственное методическое обеспечение, причем, поверьте, это касается тоже абсолютно всего, то есть надо расписать, но вузы зачастую не имеют, естественно, специалистов-дефектологов, и поэтому даже при своем желании, при полном таком, они, конечно же, не знают, а что именно, какие условия должны быть, да, как принимать экзамен, то есть где, какое место оборудовать, какое оно примерно должно быть, и везде ли оно должно быть, и так далее. Тем более сейчас очень активно это стало вот в период пандемии, для этого, собственно, вот подготовили, ну, достаточно срочно, да, методичку по организации дистанционного обучения, по созданию вот именно вот этой дистанционной образовательной среды, как проводить лекции, когда предоставить материалы, то есть конкретно преподавателям сегодня надо знать, какие материалы должны быть предоставлены, и так далее, потому что часть вузов решила, например, что они должны закупить необходимые компьютеры, там еще какое-то оборудование для студентов с инвалидностью. Ну вот, вот этим, собственно, занимаемся, но надо сказать, что это, конечно же, вопрос, который требует еще очень много работы. Ну и то, что в вузах специальное техническое обеспечение учебного процесса, вот именно учебного процесса, ну, он либо недостаточен, либо отсутствует, хотя сегодня уже сдвиги в этом смысле и есть. Для этого, кстати, мы и организуем вебинары, ну, вот представители тех организаций, которые могут рассказать о видах оборудования и так далее, для этого собираем преподавателей вузов, для того, чтобы и АОК, да, административно-управленческий персонал, чтобы они не закупали, ну, те же читающие книги, как это, например, вот было для людей с нарушенной речью, например, когда они пытались это делать. Ну, то есть, все это, конечно, надо тоже объяснять. И над этим работаем. Но пока это один из вот таких небольших барьеров. Конечно, недостаточная готовность профессорско-предпедавательского состава, да, либо идут излишне на какие-то уступки, человек не может, поэтому мы не будем давать, да, там, самостоятельную работу и так далее. Это опасно. На наш взгляд, сегодня это опасно, тем более в условиях дистанционного обучения, когда значительная часть профессиональных навыков, знаний, вот именно усваивается в виде самостоятельной работы. Об этом тоже говорили студенты во время интервью, о том, что они могут позвонить и сказать о том, что сегодня они не придут на занятия, например, и, да, отпускают, когда говорят, ты не сможешь выполнить, наверное, это задание, поэтому, ну, не выполняй и так далее. Я считаю, что вот даже больше вот эти вот барьеры есть. Для этого по ВУЗам организованы курсы повышения квалификации и обучаем, опять-таки, и бесплатные вебинары проводим, ну, то есть пытаемся тоже преодолеть. Но хотелось бы еще сказать, можно, конечно же, ругать ВУЗы, можно говорить о том, что это идет очень и очень медленно. Давайте не забывать, что ВУЗы одни из последних, ну, как бы позже, скажем так, вот начали активно развивать процессы инклюзивного образования. Посмотрите, пожалуйста, в документах. Приоритеты были школа. И надо сказать еще раз говорю, ВУЗы работали срочно над тем, чтобы обеспечить протекание, скажем так, эффективное протекание инклюзивного образования в школах. Поэтому этот процесс, конечно, идет, может быть, не так быстро, но я хотела бы показать, что все-таки этот процесс, конечно же, начался. И, наверное, даже хорошо, что не быстро. Лучше мы не будем возвращаться, не будем переделывать какие-то вещи. О том, что какие-то формы, условия, методики обучения не в полной мере учитывают особенности студентов с инвалидностью, понятно. Отдельно отмечаю преимущественно охранительный и попечительский характер отношения ВУЗи к студентам с инвалидностью, нацеленность больше на социальные аспекты, возможно, какие-то тренинги по коммуникации и так далее, студентов с преподавателями, со здоровыми студентами. Возможно, используются и часто различные социальные какие-то пособия, льготы и так далее. Все это замечательно. Но опять-таки напоминаю о том, что судить в итоге надо по результатам. Результатом, еще раз хочу об этом и буду говорить, о том, что все-таки должны быть очень хорошо сформированы профессиональные навыки. Вот этим пока еще недостаточно занимаемся. Это, конечно же, разный уровень стартовой готовности при поступлении у абитуриентов с различными нарушениями развития. В специальные подготовительные курсы только начинаем работу над тем, чтобы они появились, вот именно для выравнивания, вот именно готовности к обучению. Ну и хотелось бы сказать, вот все то, что мы сегодня делаем, и делает центр, который я представляю, это разрабатываем модель. Эта задача поставлена в комплексе мер по развитию системы инклюзивного образования. Мы ищем и создаем эффективную модель вот именно педагогической поддержки студентов с инвалидностью на вот нашем уровне. И ориентируемся мы на создание специальных условий. Это и есть в документах, и вот привожу правила, да, это типовые правила организации образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования. То есть это заявлено. А вузы уже внутри, в своих документах, они определяют последовательность, необходимость создания вот этих вот вузов, условий, извините, исходя из того контингента, который есть, исходя из своих возможностей и так далее. Также в законе об образовании прописаны некоторые статьи, которые имеют отношение к высшему образованию в том числе. И сегодня, надо сказать, практически во всех вузах, да, на сайте обеспечена, например, версия для людей с нарушениями зрения. Надо сказать, что этого не было вообще. Сейчас вот активно это делается, да, развивается. Ну и то, что повышенные государственные стипендии, это есть для студентов с инвалидностью первой и второй группы, с нарушением слуха и зрения, освобождение от обязанностей по отработке и так далее. Но вот основополагающим, да, для всех, и в частности для высшего образования, является вот статья 56 о том, что все государственные стандарты образования разрабатываются с учетом инклюзивного образования. Хочу сказать, что вопрос стоит на контроле у министерства образования постоянно. То есть вот все, кто работает в вузах, они подтвердят, что не менее чем раз в три месяца обязательно собирается информация о том, сколько студентов обучается, какие условия конкретно в этом году были созданы, что закоплено, да, сколько людей, преподавателей прошли курсы повышения квалификации и так далее. Аналогично такие же сведения собирает центр баллонского процесса. Аналогично мы собираем такие же сведения, то есть вот как бы контроль, конечно же, существует. Ну и в 2015 году как раз вот был создан наш ресурсный центр, который выполняет все-таки консультативно-методическую такую поддержку, да, вузов, вузов оказываем. И пытаемся вот разработать, ну, наиболее оптимальную модель в данном случае там на без сопровождения, но мы вот как бы считаем сегодня, что, конечно, поддержки. Что сделано на сегодняшний день, я, наверное, буду уже задерживать, да, немножечко времени, поэтому давайте я перейду, да, Тея, сколько, извините, у меня времени еще? Ну, еще минут пять у вас. Все, хорошо. Значит, я не буду говорить о том, что сделано, да, значит, издано, да. Хотелось бы обратить внимание, что на сегодняшний день все-таки преимущественно в вузах, да, когда собирали сведения, обучаются студенты с инвалидностью по соматическим нарушениям, да, и далее все-таки студенты с третьей группой инвалидности. Это все мы собираем сведения тоже для того, чтобы, понятно, да, видеть эту картину и, естественно, ну, активизировать вузы все-таки по привлечению, конечно же, студентов с первой и второй группой инвалидности, да. Для чего? По категориям распределяем тоже для того, чтобы определять первоначальные задачи, то есть относительно того, кого же все-таки больше сегодня обучается в вузах, затем следующую задачу и так далее. Хочу сказать, что на сегодняшний день разработаны и правила положения, образец положения внутривузовского положения организации дистанционного обучения студентов с инвалидностью, разосланы по всем вузам. Надо сказать, что был сырой документ, но главное было нам, когда мы отправили, только для того, чтобы все вузы поняли, что им необходимо все-таки обратить на это внимание и разработать либо свой собственный документ, либо, ну, как бы внести изменения в уже свои существующие, да. Дорожная карта, образцы как-то разрабатываем, сразу же рассылаем все по вузам для того, чтобы тоже не поработали. И на сегодняшний день разработаны основные индикативные показатели готовности вуза к реализации учебного процесса с студентами с особой образовательной потребностью и инвалидностью, да. Посмотрите, пожалуйста, шесть блоков, и каждый из них четко расписан, то есть то, что мы считаем показателем и индикаторами по каждому из вот тех блоков, которые есть, да. То есть, что касается учебно-методического обеспечения, хуже всего сегодня идет, легче построить, легче закупить и в меньшей степени изменить, да, свою собственную деятельность, все-таки ориентируя ее на студентов, имеющих особые образовательные потребности. Хотелось бы сказать, почему отдельно еще мы выносим, наконец-то, надеюсь, в этой последней особой образовательной потребности и инвалидности выделяем, да, потому что, ну, в последней редакции, которую мы сегодня ожидаем, закон об образовании, наконец-то мы вроде бы приходим к определению, соответствующему, международному, о том, что люди с особыми образовательными потребностями, это люди, испытывающие трудности в образовании на постоянной либо временной основе все категории, то есть все те три, а в некоторых источниках четыре, да, категории, потому что, ну, как бы вот, ну, во-первых, нам пора переходить международные, да, уже требования, естественно, а во-вторых, выделение одной только лишь группы, ну, не знаю, мне кажется, с одной стороны, это тоже является некоторым каким-то вопросом отделения, секреты, опять, не знаю, возможно, я не права. Спасибо большое, готова выслушать. Или вопросы будут в самом конце, как я бы решила. Вопросы, наверное, да, сделаем в конце. Можем сейчас дадим возможность выступить в Холмоголь, в Литко-Зиевне презентовать. Я надеюсь, технические проблемы были восстановлены, да, или назад. Сейчас получается у вас демонстрировать презентацию. Вас не слышно. Добрый день, коллеги. Я думаю, меня слышно. Да, добрый день. Я думаю, меня слышно, да? Вас слышно, да. Да, я приношу свои извинения за технические неполадки. И, ну, постараюсь, насколько возможно, рассказать сейчас о ситуации в нашей стране в связи со статьей 24-кой Конвенции ООН о правах инвалидов. Алиса, мы начнем, да, тогда презентацию. И я уже буду говорить об основных моментах. Можно будет на следующую страницу перейти. На сегодняшний день в нашей стране очень многие моменты реализуются согласно международным документам и тем правилам, которые и положением, либо декларациям, которые ратифицировала наша страна. И равные права в сфере получения образовательных услуг – это является одной из составляющих. И в связи с этим на следующем слайде как раз обозначены основные международные документы, которые являются основой для реализации тех или иных видов деятельности для всех государств. Как раз здесь указан перечень международных документов, ратифицированных нашей страной. В разные годы эти документы были созданы и международным сообществом приняты во внимание. Это и всеобщая декларация прав человека, и Конвенция о правах ребенка, а также Всемирная декларация по образованию для всех, стандартные правила обеспечения равных возможностей лиц инвалидов. И, конечно же, следующий документ – это Конвенция о правах инвалидов. Этот документ тоже является основополагающим, потому что… Давайте перейдем к следующему слайду. Я расскажу об основных документах, которые мы берем к сведению. Я думаю, участниками сегодняшнего мероприятия являются студенты, магистранты, декларанты разных учебных учреждений нашей страны, также специалисты, работающие в серии образования на разных уровнях. Вместе с тем я пригласила на наше мероприятие специалистов из сферы специального образования, то есть это организации, которые оказывают образовательные услуги для детей, подростков, также молодых людей с теми или иными видами инвалидности. Согласно Конвенции о правах ребенка, этот документ был ратифицирован нашей страной еще на заре независимости, прописаны основные обязательства нашего государства, который, подписав, ратифицировав этот документ, берет на себя определенного рода вещи. Здесь, конечно же, я хотела бы значить, что в некоторых документах, и в том числе международного уровня на русском языке, а также на государственном языке, присутствует часть терминологии, которая несет определенного рода дискриминирующий характер. Если мы обратим внимание на 23-ю статью данного международного документа, текста на русском языке, есть понятие неполноценное в умственном или физическом отношении ребенок. Но мы все прекрасно понимаем, что это лицо с теми или иными физическими, либо психосоциальными нарушениями, жизнь которого мы должны привести к достойному уровню, и качество жизни должно быть осуществлено. И помимо этого мы говорим о том, что данная категория детей, согласно документу, она должна быть обеспечена всеми, ну, должна быть обеспечена всеми в недомных правах, и в том числе доступа к образовательным услугам, различного рода инфраструктурам и так далее. В следующем слайде мы говорим о документах, которые тоже являются международными, потому что они были приняты Генеральной Ассамблеей ООН, можно будет на следующий слайд перейти. Это стандартное правило обеспечения равных возможностей для инвалидов. Данный документ является основой для методического обеспечения и нормативной базы реализации инклюзивного образования в нашей стране, потому что в правилах номер шесть, это образование государством, следует признавать принцип правных возможностей в области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность в различного рода интегрированных структурах. На самом деле, Сульфия Смитвалиевна была права, первоначально процесс внедрения инклюзивного образования, или же само, можно сказать, оболочки инклюзивности в образовании, он происходил на уровне начального, среднего образования. На сегодняшний день мы говорим о техническом профессиональном образовании, не исключая все моменты, связанные с получением той или иной квалификации, а также согласно классификаторам, о которых я сейчас вам скажу, получении профессии, рабочей специальности, лицами с инвалидностью в нашей стране. Весь документ я не буду вам перечитывать. На самом деле, особое внимание уделяется определенным категориям граждан, в том числе детям, имеющимся инвалидами, или же имеющими те или иные виды нарушений, детям, которые имеют особые потребности. На сегодняшний день мы, конечно же, согласно другим документам, можем сказать о том, что государство стремится реализовать те или иные обязательства, которые были прописаны в данных документах или же в последующих, но присутствуют определенного рода, можно сказать, пробелы, которые мы должны совместно с вами обозначить. Я вначале, честно сказать, из-за технических проблем сильно переживала, не сказала о том, что я являюсь представителем национального научно-практического центра коррекционной педагогики. Мы занимаемся сейчас на этапе переименования нашего центра. Согласно постановлению правительства, в будущем мы будем называться Национальный научно-практический центр развития специального инклюзивного образования. Поэтому на сегодняшний день я лично занимаюсь вопросами обеспечения научно-методического данного процесса по отношению к детям, подросткам и молодым людям. В дальнейшем я расскажу, какого рода исследования проводились с нами с целью определения тех или иных нужд и потребностей, а также ситуации в нашей стране в связи с персональной трудовой подготовкой подростков, которые заканчивают наше специальное образование. Следующий слайд – это обозначенные документы. Я все-таки о них коротко расскажу. Соломанская декларация о принципах и политике также практической деятельности. В сфере образования лиц с особыми потребностями и также рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями. Этот документ был еще в 1994 году принят. Страны берут на себя обязательства и торжественно заявляют о том, что каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Да, на самом деле сейчас, исходя из того, что я тоже являюсь мамой молодого человека с сочетанными нарушениями, а также с инвалидностью с детства, родительская общественность, она продвинулась в плане грамотности по отношению изучения документов международных, а также законодательной базы нашей страны. выступают различного рода инициативы, связанные с обеспечением самого процесса получения образовательных, специальных, медицинских и так далее услуг детьми, а также подростками, взрослыми людьми с инвалидностью. У нас очень много коллег, партнеров, которые в этой отрасли работают. Но на самом деле есть опыт реализации и инклюзивность именно на уровне среднего образования. Есть определенного рода результаты в связи с данными документами. Это и декарские рамки действий, где обозначено, что должна быть создана безопасная, здоровая среда, обстановка какая учебная должна быть для того, чтобы успешность была в образовательном процессе. Если мы перейдем на следующий слайд, конвенция о правах инвалидов. Вот это вот значимый документ. Предыдущие спикеры говорили о том, что наша страна взят в данном случае, что этот документ был ратифицирован в 2015 году. Если говорить о процедурах дальнейших действий после ратификации страной того или иного документа, в 2017 году, 1 июня, правительство принимает постановление, подписывает премьер-министр и готовится государственный доклад по реализации данного документа. Параллельно с этим, можно сказать, с конца 2016 года специалисты-общественники, которые реализуют данного рода процессы в связи с деятельностью именно в гражданском секторе, они, это мои коллеги, в том числе и я, мы подготовили альтернативный доклад по реализации данного документа в нашей стране и в том числе заострили внимание на 24-й статье, потому что если прочитать основные пункты этого документа, государство признает право на образование граждан с инвалидностью. В целях реализации этого права без дискриминации на основе раненства возможностей государство-участники обеспечивает инклюзивное образование на всех уровнях обучения и обучение в течение всей жизни. То есть было некое, можно сказать, ошибочное мнение, что образовательный процесс, он завершается по достижению 18 лет, и большая часть родителей, которые были в надежде на то, что, а что далее в жизни произойдет после завершения учебного процесса в условиях социальной школы или в общей образовательной школе, либо обучение на дому. Здесь, конечно же, надо будет говорить о полноценной реализации человеческого потенциала, а также возможности граждан с инвалидностью. В связи с этим, вот в том документе, который я обозначила в альтернативном докладе, мы выразили свое мнение по поводу реализации самого процесса инклюзивного образования на всех уровнях жизни и лиц с инвалидностью, в том числе и доступа к профессионально-техническому, высшему образованию. Согласно многим документам, которые приняты в нашей стране и функционируют, конвенция, конечно же, является основой для реализации прав лиц с инвалидностью. Очень много моментов, связанных с тем или иным процессом прохождения различного рода этапов жизни граждан с инвалидностью. Если мы перейдем к следующему слайду, я бы хотела сказать еще о том, что образовательный процесс иногда был ошибочное мнение, видимо, и не зря родители жаловались на то, что зачастую, возможно, мои коллеги принимали к сведению тот или иной уровень развития либо нарушений лица с ментальными нарушениями и возникали вопросы по привитию социальных навыков или же вообще в самой образовательной системе присутствует понятие знания, умения, навыки. Иногда я говорю родителям о том, что, будучи сама педагогом, что, возможно, в той или иной ситуации связаны с вашим ребенком навыки и те или иные умения, они намного важны, нежели чем сам процесс образовательный. Потому что на уровне местного сообщества можно реализовать многие вещи. И помимо этого я бы хотела сейчас застрять внимание на получение профессиональных навыков. Профессиональному обучению надо будет особое внимание обратить, потому что, возможно, в силу того или иного нарушения и уровня функционирования на самом деле сейчас в нашей стране реализуется процесс, когда мы берем во внимание не международную классификацию болезни, а международную классификацию функционирования. Необходимо взять во внимание те моменты, связанные с функциональной стороной личности либо реализации тех или иных навыков. В связи с этим мы делаем акцент на получение именно профессионально-технического образования. Да, возможно, и в моем случае я, будучи отличницей всю жизнь, закончила золотую медаль школу на Красном дипломе Казахстана и Минсуниционального университета имени Альфа-Раби. Для меня был болезненный процесс восприятия ситуации, связанной с ребенком. Но на сегодняшний день с позиции уже взрослого ребенка я прекрасно понимаю, что образовательный процесс был реализован в условиях даже надумного обучения. Да, были определенного рода недочеты, в связи с тем, что, возможно, и у меня не было тех навыков и, можно сказать, компетенций. Но придя в сферу специального образования и изучая законодательство с точки зрения реализации тех или иных нормативов, я прекрасно понимаю, что в нашем государстве многие вещи как бы продвинулись. И они имеют определенного рода результаты. В том числе, вот сейчас я поделюсь новостью касательно с деятельностью Алматинского колледжа технологии флористов. Давайте мы перейдем к следующим слайдам. Я здесь говорю о материалах методических ЮНЕСКО касательно инклюзивности в образовании и что такое особо образовательные потребности. Вообще, на самом деле, давайте перейдем к следующим слайдам, времени очень мало. После ратификации конвенции о правах инвалидов, вот в слайде как раз указано, какого рода были приоритеты в этом документе прописаны. И вообще по отношению к лицам с инвалидностью, что же происходит в сфере образовательных услуг. Здесь, конечно же, очень много барьеров, связанных и не только с физической средой, и другими компонентами обеспечения образовательного процесса, которые, возможно, и мешали полному эффективному участию в образовательном процессе или же в жизни общества наравне с другими. Это обозначено статьей номер один данного документа международного. Но на самом деле принципы данной конвенции, они, я думаю, насколько возможно, должны быть соблюдены. И сейчас, если вы присутствуете в социальных сетях, и, допустим, на Facebook, и в других источниках, есть определенного рода активности со стороны самих лиц с инвалидностью, которые требуют или же хотят, либо желают достойного обращения к себе и реализации их законных прав, это и не дискриминация, это и полное получение тех или иных видов услуг и вовлечение, включение в сообщество, в жизни общества, активизация и уважение особенностей, а также доступность во всех сферах и во всех отношениях. Тем более ситуация с COVID, с пандемией, которая, как бы, все страны, она привела к определенного рода размышлениям. И мы, на самом деле, гражданские активисты, я просто еще помимо этого хочу сказать о том, что нашей семьей был в 2015 году учрежден фонд частный, Азамат Алиюетэ. И дело в том, что мы сейчас тоже стараемся, насколько возможно, реализовывать свои компетенции в рамках данного документа и международных, и других, и также законодательной базы нашей страны, для того, чтобы была полноценная жизнь и Алиюет потенциал, возможности, ресурсы граждан с инвалидностью, а также лиц, которые живут, функционируют, осуществляют свою деятельность вокруг них, это и специалисты, это и те, можно сказать, педкадры, которые работают с ребенком с тем или иным видом нарушений, это и специальные педагоги, либо психологи, либо это медицинские работники, которые смогли реализовать весь процесс, и он был успешным и результативным по отношению к данному лицу, потому что сохранение индивидуальности, уважение прав ребенка либо лица с инвалидностью, то, что было обозначено в общих принципах Конвенции ООН, и во всех других документах они должны быть как бы безусловно выполнены, и помимо этого, давайте перейдем к следующему слайду, после ратификации Конвенции в законе об образовании были определенного рода внесены в закон дополнения и нормы, это и в пункте 4 статьи 28, это об уважительном отношении к правам инвалидов и на всех уровнях системы образования, это и в подпункте 7, пункта 3 статьи 47 данного законодательного акта, о праве воспитанников и обучающихся, на бесплатное пользование информационными ресурсами в организациях образования, в том числе в доступной форме для инвалидов, обеспечении учебниками, учебно-методическими комплексами, учебно-методическими пособиями, в том числе изготовленными для лиц инвалидности. Ситуация, связанная с пандемией, она внесла свои коррективы в нашей жизни. Произошли определенного рода сбои в системе обеспечения образовательного процесса, нет необходимости скрывать, потому что мы не были готовы. Не та или иная сторона, это и лица, которые обеспечивают образовательный процесс, либо лицо, которое получает образовательные услуги на уровне дистанционного обучения процесса, но на самом деле Национальным научно-практическим центром коррекционной педагогики нашими коллегами очень много было разработано методических рекомендаций, которые были связаны с обеспечением процесса обучения или же образовательных услуг на дистанционном уровне. Но это на уровне обеспечения прав детей. Сейчас возникает у меня множество, пока я готовилась к данной презентации, множество вопросов касательно самой методики, самого процесса реализации, право на образовательный процесс в полном объеме лиц, которые обучаются в технических профессиональных колледжах или же вузах, потому что на самом деле очень много вопросов, связанных с организацией онлайн-процесса обучения. Сейчас я еще скажу еще о определении по отношению к себе. Работая в тесном контакте с Талматинским колледжем технологии и хлористики, я на многие вопросы нашла ответы. Помимо этого, я сейчас завершу по данному слайду. В данном нормативном документе в пункте 4 ст. 8 обозначено, что государство полностью либо частично компенсирует расходы на содержание детей с ограниченными возможностями, кстати говоря, в документе до сих пор это определение есть, детей инвалидов и инвалидов с детства в период получения ими образования. Поэтому здесь очень много вопросов, связанных с тем, что таким образом была сама процедура компенсации расходов и как там процесс организации учебного... Тут уже тавтология получается. Там сама организация учебного процесса произошла в нашей стране. Конечно же, я хотела в следующий слайд, если мы обратим внимание, на следующем слайде я указала основные нормативно-правовые акты, которые являются основой для реализации и образовательных, и специальных, и социальных, ну и в том числе... Нет, здесь оказывается кодекса здоровья нет, и других прав лиц с инвалидностью. Я не буду зачитывать эти нормативные акты, они все у вас на слуху, вы с ней не знакомы, я думаю. На самом деле, я не просто так обозначила основной наш документ и Конституцию, и закон об образовании. Давайте перейдем к следующему слайду. Я хотела обратить ваше внимание на основные понятия, используемые в законодательном акте основном об образовании. Это и специальные условия для получения образования. я зачитаю все-таки это определение, потому что зачастую у самих услугополучателей и их законных представителей, либо других заинтересованных сторон возникает вопрос, что это такое на самом деле специальные условия для получения образования. Это условия, включающие специальные учебные программы, методы обучения, технические, иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, специальные иные услуги, без которых невозможно освоение общепрозывательных учебных, образовательных программ лицами детьми с особыми образовательными потребностями. Далее, в связи с тем, что в конвенции на самом деле мы к сведению 11 сентября наша рабочая группа в лице гражданских активистов, лиц с инвалидностью, а также законных представителей детей, подростков, молодых людей с инвалидностью. Это наша группа, которая готовит на сегодняшний день окончательный вариант альтернативного доклада и коммуницирует внутри страны с различного рода ведомствами, с органами касательно реализации данного документа в нашей стране и устранения недочетов. К нам как раз обратились касательно терминов, которые используются. Допустим, лицо с инвалидностью, мы сейчас все-таки меняем понятий на аппарат, потому что дети-инвалиды или же ребенок с инвалидностью, это как бы имеет определенного рода свой лексический и, можно сказать, семантический окраф. Поэтому в данном документе было обозначено, что лица дети с особыми образовательными потребностями это те лица, которые испытывают постоянные либо временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных общеобразовательных учебных программах и образовательных программах дополнительного образования. Я не просто так обратила ваше внимание на терминологию, дело в том, что в 2015 году нами, это и коллеги из общественного объединения женщин с инвалидностью Шарак, а также юристы, помимо этого филологи, я в свою очередь как юрист двуязычный и специалист в сфере специального образования и заинтересованное лицо участвовали при поддержке фонда ЮНИСЕФ в проекте, в ходе которого мы выявили часть определенной терминологии в нашем законодательстве, имеющей дискриминирующий оттенок, в том числе и на русском, а также на казахском языке. Поэтому я сегодня хотела бы ряд терминов вашему вниманию как бы предоставить, которые имеют на самом деле свой негативный оттенок и по отношению к детям, допустим, даже в стандартах или же других документах, правилах присутствуют понятия слабоумия, припадок, припадочное состояние на русском языке, допустим, либо имбицильность, дебильность и другие какие-то понятия. А по нему этого, казахстылин деге термин дергейрик, шекунг лаударды, до казахстылин жеткликс болгандыг нанемест, дегенмен, жанага слабоумия термины атауы, жарым ест, его маса, куяншықтеген сумы, деген атаулар бары, тендыг, сумы, аталу, энд кербалянс, кусперс, дергай табири, гидроцефалия обозначена на казахстам азетек 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 поэтому сейчас правительство уже по истечению определенного времени и понимая государство свое обязательство по отношению к лицам с инвалидностью буквально в сентябре было принято постановление правительства касательно изменений, хотя до этого в национальном плане по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 18-го года одним из основных пунктов было указано унификация терминологии по отношению к лицам с инвалидностью мимо этого я если мы перейдем на следующий слайд хотела бы обратить ваше внимание на устойчивое словосочетание инклюзивное образование либо иногда мои коллеги говорят инклюзивность в образовании это процесс обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных индивидуальных возможностей помимо этого я указала понятие как профессиональное образование и профессиональная подготовка дело в том что в 12-м году мной была инициирована тема для научного исследования будучи старшим научным работником национального научно-практического центра коррекционной педагогики я задалась вопросом какова дальнейшая жизнь и каким образом наши выпускники имеется ввиду выпускники специальных школ на тот момент в 12-м году их было 100 школ у нас в Казахстане организуют свою ну или же им организуется процесс профессиональной подготовки профориентации профтрудового обучения и так далее поэтому я эти понятия и выписала в рамках данного исследования мы провели опрос а также получили сведения для мониторинга ситуации по трем учебным годам то есть это 12-13 13-14 14-15 учебных годов куда же в итоге ушли и каким образом организована жизнедеятельность детей подростков которые закончили школу для детей они у нас восьми видов с нарушениями зрения с нарушениями слуха с тяжелыми нарушениями речи опорно-двигательного аппарата а также помимо этого с ментальными нарушениями это и задержка психического развития помимо этого разного уровня нарушениями интеллекта с дочетанными нарушениями конечно же здесь произошла такая вот тревая касательно того что определенная категория лиц с теми иными видами нарушений она дошла до уровня получения профессионального образования на уровне Высшего и закончили магистратуру, я знаю, лица с нарушениями зрения, либо слуха обеспечен процесс, ну это в условиях определенных вузов и так далее. Задачами системы образования являются, конечно же, я прям отдельно статью 11 выделила здесь, создание специальных условий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями. Поэтому какова ситуация на сегодняшний день? На данный год наше основное министерство, мы являемся под ведомственной организацией Министерства образования и науки, дало отдельное задание по подготовке аналитической справки по ситуации, связанной с выпускниками на 2020 год, которые заканчивают школы для детей с нарушениями интеллекта, либо задержкой физического развития. На сегодняшний день я работаю над этой темой, потому что очень много вопросов, связанных с получением технического профессионального образования этих детей в регионах. Также, вот допустим, можно будет перейти на следующий слайд, образовательная программа здесь обозначена и в следующем пункте специальные учебные программы. На сегодняшний день до сих пор родители выражают свое недовольство по отношению к деятельности входной из структур специальных организаций образования, КПМПК. На самом деле очень много изменений и происходит в жизнедеятельности самих лиц с инвалидностью, а также в работе, самой деятельности наших организаций. Поэтому мир меняется, отношение к лицам с теми или иными видами нарушения, а также с инвалидностью, оно тоже приводит к определенного рода результатам. Поэтому в деятельности ПМПК здесь тоже очень много реформ, но это отдельная тема, много изменений в функционале специалистов данного учреждения, но все-таки нет необходимости обижаться, жаловаться на процедурные моменты. На самом деле очень много изменений произошло в связи с тем, что в этом году я участвовала, я сейчас расскажу далее, в процессе набора абитуриентов в наш колледж Алматинский и сбора документов для того, чтобы была первичная документация сдана абитуриентами. Поэтому заключение ПМПК или рекомендация ПМПК – это уже такой рекомендательный характер документ. Теперь я хотела перейти к самому, вообще можно было перейти к следующему слайду, к самому процессу получения профессионального технического образования на уровне ССУ, специального среднего профессионального образования. На самом деле основным курирующим департаментом процесса получения образовательных услуг лицами, вообще всеми гражданами нашей страны является Департамент технического и профессионального образования при Министерстве образования и науки. Помимо этого, есть, вы, я думаю, многие слышали, я специально на слайде вытащила их сайт, основную страничку первую, это холдинг Касса Пор. Сейчас почему-то в логотипе указано ТАЛАП, данный холдинг работает над процессом обеспечения профессионального технического образования, и дистанционного образования лиц, то есть в целом граждан нашей страны. Если мы перейдем к следующему слайду, где указано в виде таблицы, да, после того, как мы провели исследование по отношению к нашим выпускникам специальных школ, мы стали перебить наших коллег из ТИПО, касательно того, каким образом сам процесс образовательный организуется. Да, на тот момент, это был 15-й год, и до этого мы давно сотрудничаем с нашими коллегами в Алматы, это колледжи, кстати говоря, есть и государственные колледжи в нашем городе, это 21 колледж, а также частные. Касательно того, как сам процесс образовательный организуется по отношению к лицам с теми или иными видами нарушений, как учебные программы, планы технического профессионального образования для лиц с особыми образовательными потребностями реализуются. И на основе тех наработок, которые были сделаны нами, нашими коллегами, многими специалистами в сфере специального образования, также, кстати говоря, на тот период при Национально-научно-практическом центре коррекционной педагогики был реализован большой проект по разработке 16 учебных программ по трудовым дисциплинам по определенным специальностям. И на 2018 год, если вы видите, как раз на скриншоте обозначено, было разработано 20 программ учебных для лиц с особыми образовательными потребностями. И в процессе подготовки данных учебных программ участвовали наши коллеги из многих колледжей, это практики. На самом деле, я то, что обозначила, это при поддержке Всемирного банка развития были программы разработаны учебные для учащихся школ специальных. Также присутствовали практики, это учителя трудовых дисциплин, предметы технологии наших специальных школ из разных регионов. В рамках различного рода курсов повышения квалификации мы привлекали наших педагогов, которые смогли все-таки с точки зрения практической деятельности обеспечить содержательную часть этих программ, а мы, в свою очередь, как теоретики, могли совместно с нашими коллегами, поработав, эти программы выдать для использования в учебном процессе в школе. Теперь, следующий момент. Как раз я уже на завершении, я думаю, по времени, наверное, мы уже лимитированы. Я в следующем слайде указан классификатор специальности и квалификации технического профессионального образования. Данный документ – это приказ министра образования и науки Республики Казахстан. Были внесены изменения и дополнения в 2019 году, как раз приложение от 10 декабря 2019 года, согласно приказу 530. И при разработке данного документа мы как раз тоже предложение свои вносили по отношению к лицам с ментальными нарушениями. Вообще, есть ошибочное мнение по отношению к лицам с задержкой психического развития, либо с интеллектуальной недостаточностью, что они никакую специальность не могут усвоить и ни по какому виду, профилю труда или же специальности они не могут получить тот или иной вид образования. На самом деле, есть опыт. Давайте мы перейдем к следующему слайду. Алматинский полюс технологии и флористики. Еще одно из определений по отношению к себе. Я являюсь уже на протяжении трех лет председателем попечительского совета данного учебного заведения, потому что я была сама заинтересована в процессе реализации инклюзивного образования в этом учреждении. А также с 1993 года этот колледж занимается подготовкой студентов с особыми образовательными потребностями по специальностям швея, обувших парименцев обуви, столяр строительный. Еще несколько специальностей сейчас в следующих слайдах это будет. И в 1998 году решением Акима города Алматы за номером 817 было открыто специальное отделение по профессиональной подготовке данной категории граждан. А также, если вы заметите, на картинке, я думаю, этот слайд вам виден, есть вывеска. В этом учреждении функционирует ресурсный центр по реализации инклюзивного образования на уровне ТИПО. Это один из колледжей города Алматы. Вообще, в целом, в Алмате три основных колледжа реализуют инклюзивное образование. Это колледж сервиса, а также политехнический. Давайте мы перейдем к следующему слайду. Как раз я получила эти сведения от коллег. Они дали основные материалы касательно своей деятельности. Постоянно мы совместно работаем. Я большей частью хочу быть осведомлена в процессе организации того или иного новшества в этом учреждении. Потому что создание благоприятной среды в обучении, в профессиональной подготовке молодых людей – это основной приоритет для нас. Буквально летом, в ходе работы приемной комиссии, мы были в колледже, а также представители родительской общественности. Я с коллегами из попечительского совета, мы полностью обошли колледж, узнали о новостях в виде обеспечения учебного процесса, а также дополнительного образования и других условий для наших студентов с особыми образовательными потребностями. Были разработаны, я говорила, специальные программы, которые были адаптированы, потом реализованы в процессе обучения. Кастор холдинг указан. А помимо этого была проведена внутри страны республиканская конференция, семинар совместно с холдингом. И помимо этого, из опыта работы профессиональной подготовки лиц с особыми образовательными потребностями информация об отдельных категориях граждан, я хотела бы все-таки сказать о том, что на уровне среза, если брать, руководство предоставило данную информацию, любезно. Если на уровне 16-18 учебного года мы видим количество студентов с инвалидностью, это было 97 человек, в 17-18 годах это 132 на увеличение идет, в 18-19 учебном году 150, то можно будет перейти к следующему слайду. Я прям попросила и количественный рост, и потом в дальнейшем качественные вот эти все вещи, связанные с получением образовательных услуг молодых людей с теми или иными гидами нарушений. И как раз на 19-20 учебный год можно будет эту таблицу статистические данные даны, я взяла уже с сайта данной организации. Здесь обозначены специальности, по которым обучаются, с теми или иными видами нарушений студенты. Это строительство и эксплуатация зданий, сооружений, швейное производство, моделирование одежды, обувное дело, растение водства, учислительная техника и программирование. И здесь обозначено количество в общем, потом с нарушениями слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями ментальной сферы здоровья и другими назоводьями. Соматическими заболеваниями не так уж и много, я поняла, но все-таки я делаю акцент на лицах с ментальными нарушениями, потому что на самом деле большей частью они где-то обделены теми или иными видами услуг. И помимо этого, одной из миссий нашего фонда является реализация полной качественной жизни лиц с ментальными нарушениями. Поэтому нам очень приятно, что выпускники алматинских школ для детей с нарушениями интеллекта, а также Каскеленская вспомогательная школа обучаются уже не первый год в этом колледже и получают образование по тем или иным видам специальностей. Давайте перейдем к следующему слайду. Свежие данные на 2020-2021 учебный год. Я, насколько возможно, постаралась от коллег получить все сведения. Есть в данном колледже и коррекционные группы, то есть это отдельно специальные группы, как бы этого назывались, а также инклюзивные группы, где обучаются подростки, молодые люди с особыми образовательными потребностями. И их сверстники. Здесь как раз в этом году было принято, зачислено на обучение 70 ребят, выпускников специальных школ. Указаны все количества здесь, если мы заметим, все-таки идет на увеличение. И швейное производство, моделирование одежды – это основная специальность для девочек с нарушениями ментальной сферы здоровья. Помимо этого, обувное дело, мебельное производство тоже имеет спрос, строительство, эксплуатация зданий и сооружений. А помимо этого, ребята с нарушениями слуха, они обеспечиваются процессом обучения и по вышеуказанным специальностям. А также есть сопровождение со стороны специалистов, сурдопереводчиков, мастера большей частью с этими ребятами контактируют, используя жестовый язык. На самом деле, мы прошли проверку с каждой стороны, имейте в виду, когда началось сотрудничество нашего фонда Азамата Леветты и колледжа. В 2017 году при поддержке фонда первого президента мы реализовали замечательный проект. Он как раз был связан с процессом инклюзивности в творчестве, в реализации тех или иных компетенций подростков, молодых людей. То есть это была поддержка потенциала детей, подростков, молодых людей с теми или иными видами нарушений в процессе инклюзивного творчества. Поэтому очень хорошо знакома с мастерами, с педагогами этого учреждения, потому что в рамках проекта мы приглашали студентов этого колледжа и, помимо этого, специалистов, работающих и в инклюзивных группах, а также в коррекционном отделении, для того, чтобы далее нам выстроить план взаимоотношений и выявить для себя приоритеты. Есть положение в инклюзивном образовании в этом учреждении, оно определяет общую стратегию по созданию условий для инклюзивного образования и так далее. Здесь обозначены основные направления работы, адаптация профессиональных образовательных программ, о чем я говорила, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, комплексное сопровождение инклюзивного образования и здоровья сбережений, создание безбарьерной образовательной среды, формирование безопасной, комфортной психологической среды для лиц с особыми образовательными потребностями, перспективы развития, все-таки здесь уже вопрос касается самого образовательного процесса, реализация модульной образовательной программы для лиц с особыми образовательными потребностями, повышение качества подготовки по профессиям рабочего из числа лиц с особыми образовательными потребностями, формирование обучающихся творческого потенциала, то есть благодаря вот такого рода проектам совместным, дополнительному образованию, укреплению материально-технической базы, а также есть стратегический план ресурсного центра. Дело в том, что все эти вещи, они хорошо прописаны, но помимо этого мы воочию видим многие результаты в самой жизни деятельности. Вот накануне данного нашего вебинара совместного с вами можно будет перейти на последний слайд, где красивая картинка, это фотография с педагогами, руководством, а также учащимися данного учреждения. Сейчас я очень рада тому, что очень много ребят обучаются в этом колледже по завершению учебного процесса в специальных школах, именно вспомогательного ряда, и помимо этого в прошлом году мы очень много сомневались, очень сильно переживали. Поступил один из студентов в данный колледж, Сухоруков Владимир. Гуляя Мбекена, если вы здесь, он участвует сейчас в конкурсе, единственный представитель вашего колледжа. Мы как раз переписались перед началом мероприятия с мамой, она очень рада, что все-таки все сомнения позади, и ребенок получает профессиональное образование по специальности флористика, и смог реализоваться как сын, брат, и в семье произошли очень хорошие изменения, и психоэмоциональный фон поменялся, и определенного рода переживания, они уже не дают такого результата, как сомнения и так далее. Наши учащиеся студенты с особыми образовательными потребностями, я рада тому, что участвуют в различного рода мероприятиях, в том числе и совместно с нами. Фондом первого президента реализуется ежегодно фестиваль Аман Килишек, где участвуют наши ребята уже с мастер-классами. То есть выпускники специальных школ, они показывают свои навыки, умения, знания, которые получили в ходе образовательного процесса в данном колледже, и я рада за каждого из них, потому что это судьба не одного человека или гражданина нашей страны, а определенного рода удовлетворительное состояние мам, пап, братьев, сестер и так далее, а также результаты деятельности специалистов и в специальных школах, и наших коллег, которые работают в этом колледже и в других колледжах. Мое выступление, оно не было связано с тем, что какие-то слова восхваления и так далее по отношению к этому учреждению, но все-таки я хотела сказать о том, что есть результаты в ходе реализации образовательного процесса по отношению к этим гражданам. И помимо этого, есть определенного рода продвижение, получение технического и профессионального образования лицами с теми или иными видами нарушений, и также помимо этого выпускниками специальных школ. Вот такого рода выступления я постаралась подготовить к нашему мероприятию сегодняшнему. Возможно, будут вопросы, да? Взяты, передаются. Да, спасибо большое, Алла Магузьмалит Казимовна. Отрадно видеть, что в системе профтехобучения есть подобный продукт, успешные кейсы. Пожалуй, передадим, да, мы превысили уже запланированное время, но я думаю, сможем, если будут вопросы, взять 3-5 вопросов, ответить. И, в принципе, в чате я смотрю, вопросов особо не было. Можно включать микрофон, поднимать руку и задать вопросы первому или второму спикеру. Ну, пока участники собираются с мыслями, я тогда задам свой вопрос. Он касается вашей презентации конкретно колледжа технологии и флористики. Хотелось бы узнать подробнее о результатах деятельности колледжа в плане трудоустройства выпускников, насколько они трудоустраиваются, есть ли какая-то статистика по уровню трудоустройства этих детей. Или, может быть, они дальше поступают, обучаются в высших учебных заведениях. Да. На самом деле, я забыла, оказывается, об этом моменте рассказать. Большое спасибо, Зиат, вам за вопрос. Колледж берет на себя обязательства после завершения учебного процесса касательно трудоустройства лиц, ну, всех выпускников, в том числе и лиц с особыми образовательными потребностями. Насколько я помню, Гляйя Мбекенна, вы подтвердительные слова, вам, может быть, что-то дополните. Здесь находится, я имею в виду, с точки зрения выпускников, которые имеют особые образовательные потребности. Палаты Атамикен, да, предприниматели, реализуются программы по обеспечению рабочими местами, через центр занятости, по-моему, сотрудничество идет. А помимо этого, частные лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, ИТО, имеют интерес по отношению к выпускникам этой школы, колледжа, и прослеживается вся ситуация через мониторинг. Насколько я помню, здесь, даже когда в этом году поступали выпускники вспомогательной школы, Алматинской, Седьмой и Каскеленской школы, у специалистов данного учреждения, а также у родителей возникал вопрос дальнейшего трудоустройства. То есть даже не успели поступить, подать документы в колледж, да? А когда ли будет процесс по той или иной специальности реализован касательно трудоустройства этих выпускников? По-моему, полное обеспечение, оно идет. Иногда по процентажу я, конечно, сейчас цифры вам не дам. Иногда возникают моменты, когда работодатель не совсем согласен с тем или иным кандидатом касательно того, что необходимо сопровождение, да, допустим, даже для лица с легкой умственной отсталостью, ну, это уже термин, который используется, наверное, всеми специалистами, необходимо сопровождение в ходе выполнения тех или иных действий. Но я, насколько поняла сейчас даже родители, тогда на момент исследования нашего мы уточняли, уточняли, родители создают условия для своего ребенка или же это посредством организации деятельности ЭП, вместе-совместное, либо трудоустройство в условиях знакомых ближайшего окружения. Поэтому вот такого рода есть результаты. Может быть, дополняют мои коллеги, они присутствуют здесь. Можете, коллеги, дополнить? Нет? Молчат. Приветствую, дорогие коллеги. Если можно, вопрос? Здравствуйте. Приветствую еще раз, дорогие коллеги. Меня зовут Бауржан Абуф. Я прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов за данный вебинар и каждого из спикеров. И сразу же хотел бы пригласить вас к дальнейшему сотрудничеству. Немножко представлюсь. Я из компании BTS Education. На данный момент мы реализуем проект по созданию справочника или атласа профессий для лиц с инвалидностью, для того, чтобы большее количество лиц с инвалидностью имели возможность труда устраиваться по всему Казахстану. В том числе мы очень много вопросов внутри этого исследования и методологической работы проводим, включая анализ НПАшек внутренних и международных в том числе. Мы будем давать рекомендации нашей электронной бирже труда EMPIC.KZ для того, чтобы большее количество лиц с инвалидностью имели возможность все-таки быть вовлечены в экономику нашей страны. Поэтому у меня вопрос такой. Я вот написал изначально в чат администраторам. Первый вопрос. Можно ли получить ваши презентации? Во-вторых, можно ли будет их использовать и цитировать в наших окончательных каких-то отчетах? И третий вопрос. Давайте все-таки, наверное, обменяемся контактами и повзаимодействуем. Я вам более широко расскажу о том, чем занимаемся мы, моя команда, и поможем нашим гражданам с особными потребностями. Спасибо. Да, спасибо, Балджан. Ваши контакты, в принципе, да, из чата мы передадим спикерам после вебинара. Касательно презентаций, мы, если спикеры не будут против, их тоже с вами поделимся. Да, конечно. Мы не против. Добрый день. Потом можно будет на почту отправить, ну, контакты, я не знаю, хотя бы имейлы. Телефоны личные нельзя. Да, да. Хорошо. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вам благодарю, Акадина, вот только подключилась. Я хорошо прослушала полностью ваш доклад. Понравилось. Значит, по поводу Алматинских курс технологий и флористики. Вопрос возник по поводу дальнейшего, значит, социализации наших студентов. Значит, по окончанию колледжа мы, значит, трудоустраиваем и в дальнейшем, значит, некоторые ребят, значит, поступают в высшее учебное заведение. Вот в прошлом учебном году четверо студентов у нас поступили в Академию туризма. И сейчас они, значит, являются студентами Академии туризма. А в целом, значит, за прошлый учебный год, то есть 19-20 учебный год, 73% дети у нас трудоустроены. Значит, когда, значит, студент поступает, или, значит, студент поступает, либо мы тогда его принимаем к себе на обучение, значит, у нас подписывается договор о том, что по окончанию нашей организации мы обязаны его трудоустраивать. И в течение трех лет, значит, ведется контроль за тем, что ребенок все-таки работал. То есть если вдруг получается, у нас имеются свои партнеры, вдруг если получается, что партнер не согласен работать с нашим выпускником, либо выпускника не устраивает место, куда мы его трудоустраивали, мы в течение трех лет, значит, его перед трудоустраиваем. Ну, в любом случае, ребенок социализируется. Вообще основная цель колледжа является адаптация в социум и социализация. При нашем колледже, вернее, на базе нашего колледжа работает ресурсный центр по адаптации и социализации наших и студентов других колледжей с особо образовательными потребностями. Значит, ресурсный центр работает над подготовкой, поддержкой и переподготовкой кадров. Вот такие вопросы есть, по-моему, у нас есть свои социальные партнеры, с которыми мы работаем. Да, это был как раз руководитель коррекционного отделения Гуляем Бекенна Стамбекова, Алматинский колледж технологии флористики. Да, Алмагуль Доликазина здесь отметила, что у нас в колледже, значит, имеется отделение инклюзивного образования, где обучаются на данный момент 156 студентов. Но вот отделение инклюзивного образования, значит, делится на группы. Группа с коррекционным образованием и группа с инклюзивным. Значит, сейчас вот немножко для понятия, значит, коррекционные группы обучаются дети, которые закончились без интернации школы нашего города. Инклюзивным обучаются дети, которые пришли с общебразовательных школ, и они обучаются по общей программе. Коррекционные обучаются по, значит, адаптированным программам. В этом году, значит, вернее, в прошлом году, значит, модульная программа у нас запущена. В этом году мы, значит, уже вступили, если вы видели, таблицу Алма Гурдольев Катерина показывала, по модульной программе у нас дополнили. И, значит, по этим специальностям мы обучаем. Значит, модульная программа, значит, по нозологиям проработана. Поэтому, значит... Галина Бекенна, по-моему, не только города Алматы, насколько я помню, Каскеленская школа, сейчас Алматинская область. Талдыкургана живучи тоже молодой человек. Да, раньше мы принимали только чисто наш город Алматы. Значит, уже в течение 3-4 лет мы принимаем и с области, и с других ее регионов. У нас сейчас обучаются дети город Шинкент, город Кентал, город Талдыкурган и город Астана в этом году поступил один человек. Спасибо, Галина Бекенна. Если у участников будут другие вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, то, пожалуй, будем завершать. Время уже на 15 минут мы повысили запланированное время. Я хочу поблагодарить в первую очередь спикеров за ваши мини-лекции, прекрасные презентации. Мы в будущем планируем проводить подобного рода вебинары и по другим статьям Конвенции ООН о правах инвалидов на очереди у нас темы ТВ-устройства. И всех сегодняшних участников мы также приглашаем следить за нашими анонсами социальными сетями. Также вы, Алма Гульда Валитказеевна, затрагивали тему корректного языка и терминологии. По данной тематике у нас тоже спикер изъявил готовность согласия выступить касательно темы инклюзии и инклюзивного языка в публичной коммуникации. Так что до конца года мы, я думаю, что проведем еще несколько вебинаров в рамках нашего цикла Disability Talks. На сегодня всем спасибо. Диат, можно будет еще последнее? Как раз присутствуют наши коллеги из специальных организаций образования. Жанар Иржулова. Жанар Аскербековна, я благодарна вам за участие в данном мероприятии. Это Карагандинская психолого-медико-педагогическая комиссия в лице руководителя. На самом деле Жанар Аскербековна пишет очень актуальные вопросы касательно заключения, рекомендаций ПМПК в ходе подготовки документов для ТИПО. Я уже потеряла этот вопрос. Очень много со стороны ПМПК возникает моментов, связанных, что нет инструкции, нет методических рекомендаций ПМПК по формированию заключений для организации ТИПО. На самом деле должно быть, мы говорим все время об отсутствии или же о недостаточности межведомственных отношений, поэтому здесь вот этот вот момент и в виде семинаров, лекций, либо каких-то круглых столов, даже в онлайн-режиме необходимо проводить, потому что заключения ПМПК требуются в колледжах, а наши специалисты иногда, наверное, различного рода вопросами обращаются уже к нам же. Поэтому я уже как руководитель фонда и как также специалист из сферы специального образования возьму, наверное, на себя инициативу, связанную с этой идеей. Поэтому, Жанара Аскербековна, мы постараемся ваши вопросы тоже как бы осветить. Это написание заключения либо рекомендаций для учащихся с особыми образовательными потребностями при подготовке к поступлению в ТИПО. Вот этот вот последний момент. Хорошо, спасибо всем участникам за внимание. Я приношу еще раз свои извинения за технические неполадки. Это теперь с нашей стороны назад. Больше поднятых рук нет. в чате я заглядывал, вроде не было вопросов. Может быть, я что-то пропустил. Нет, вопросов больше не было. Всем спасибо. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...